Здравствуйте, друзья! Сегодня мы обратимся в далекое прошлое истории человечества и расскажем вам о возникновении струнных музыкальных инструментов. По общепринятому мнению, прародителем струнных музыкальных инструментов является охотничий лук, который появился много тысяч лет назад, а затем постепенно лук превращался в музыкальный инструмент. Но как это происходило более детально, никто не говорит. Существуют разные легенды и мифы на этот счет, а мы сегодня расскажем и покажем в экспериментах собственную версию происхождения струнных музыкальных инструментов. Чтобы провести несколько экспериментов и показать вам, как на самом деле возникли струнные музыкальные инструменты, как появился резонаторный корпус, подставка под струны и так далее, мы изготовили несколько простых луков из ветки дерева и тростника. Несколько стрел из тростника и древесины и деревянный комчан для ношения и хранения струн. В древности лук обычно изготавливали из древесины, но могли комбинировать древесину и рога животных. Веревку для петивы лука изготавливали из волокон растений, сухожилия и кишок животных, из волоса конского хвоста и также из шелковых нитей. Для хранения и ношения стрел для лука древние люди изготавливали колчаны, которые имели форму цилиндра, полуцилиндра, прямоугольную форму, форму трапеции и другие формы. Некоторые колчаны изготавливали полностью из древесины, другие имели деревянный каркас, обтянутый кожей. Для изготовления колчана применялись и другие материалы, такие как кости животных, кора деревьев и плотная ткань. Теперь приступим к экспериментам. Древние люди заметили, что удерживая лук, установленный на твердой поверхности левой рукой, при защипывании тетивы лука пальцем правой руки в определенном ритме, можно получать этническую последовательность звуков, а когда пальцами левой руки еще и прижимать тетиву на определенном расстоянии от верхнего конца лука, тем самым укорачивая вибрирующую двину тетивы лука, можно слушать звуки разной высоты. При установке нижней части лука на колчан громкость звука увеличилась, и поэтому стали крепить колчан к луку, предварительно сделав небольшую прорезь в нижней части колчана, куда вставлялась тетива лука, а верхнюю и среднюю часть колчана привязывали веревкой к дуке лука. Также громкость и качество звука увеличивали при установке деревянной палочки подставки между струной и корпусом колчана. было установлено, что высота звука зависела от размеров лука, и соответственно от длины, диаметра и натяжения струны, от размеров и материала подставки, а также от материала, из которого были изготовлены сам лук, колчан и тетива лука. Таким образом, охотничий лук буквально за 2-3 минуты можно было переоборудовать в струнный музыкальный инструмент, а затем музыкальный инструмент можно было превратить обратно в охотничий лук. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Будет много нового и интересного. Всем желаю здоровья и всех благ! Продолжение следует... Продолжение следует...